Приветствую вас! Знаете, прочитал ваше сообщение, и я не буду вас переубеждать, не буду спорить с вами, не буду говорить, что вы не правы, не буду отвечать на ваш вопрос по сути... То есть, ну, вот тут вы спрашиваете, да, по сути, люди проживают в жизни, чтобы то-то по кто-то, в смысле в том, чтобы создать для этого комфортные и безопасные условия. А я не буду вам отвечать, не буду вам нельзя отвечать, я и на то, для чего это все, потому что вы не готовы сейчас, по моему мнению, устроить другую информацию. Вы сейчас, наверное, хотите, чтобы с вами просто поговорили, и, наверное, вы хотите с кем-то, хотели бы с кем-то поделиться этим. Вы знаете, я вам хочу сказать, что вот вы пишете, придумывая себе цели, задачи и хобби, чтобы не зайти с ума. А как же люди вокруг вас? Как же друзья? Как же родители? Как же коллеги по работе? Как же молодые люди, любовь, отношения? У вас это все было, у вас это все имелось, и вы однозначно считаете, что это вам не нравится? Или как? Это первый у меня к вам будет вопрос. Дальше. Следующий момент, который мне хотелось бы раскрыть немножечко. Это момент, связанный с тем, что вы пишете, что, значит, вы придумывали себе какие-то занятия, да, вы придумывали себе какие-то вот хобби, какие-то там цели, установки, устремления и так далее. Вы это все себе придумывали. Ага, хорошо, понятно. А вопрос заключается вот в чем. Вы придумывали себе для чего? Вы прислушивались своим, например, желаниям? Вы прислушивались к тому, чего вы хотите, 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 или лучше сказать, чего бы вы хотели бы? Или нет? Вот попробуйте ответить себе на этот вопрос. Вы пробовали жить, не придумывая что-то? Не стремясь к чему-то. Вы пробовали жить именно через, я бы сказал так, через свои желания. Ведь это очень важный момент. Потому что если вы не живете своими желаниями, а живете только тем, чтобы придумывать для себя, то вы придумываете себе это для чего-то. И это уже момент, который нужно обсуждать. Дальше. Следующий важный момент. Вы пишите, что у вас не жизнь, а сплошная депрессия. Давайте подумаем так. Так же, как и в начале, вы пишите, что перестали видеть в этой жизни хотя бы минимальные смыслы. А почему нельзя просто жить, наслаждаться и разрушаться каждой минуте хотя бы? Это первый вопрос. И второй вопрос. А вот с какого момента у вас началась сплошная депрессия, что привело к этому? Может быть у вас были какие-то проблемы в детстве или в подростковом возрасте случились какие-то моменты? А с какого момента вы перестали видеть в этой жизни хотя бы минимальный смысл? То есть, понимаете, мы здесь вам вряд ли сможем донести какой-то вообще новый смысл жизни. Каждый человек ищет его сам. Но вот понять, что привело вас вот к какому положению, которое у вас сейчас, вполне себе можно. Понять, в каком моменте вы, скажем так, отклонились от нормального пути развития, с какого момента вы отклонились от продуктивного, положительного, прогрессивного, конструктивного поведения в сторону в большей степени негативного, тоже можно и даже нужно. Для этого нужно с вами разбираться. Дальше вы пишите о том, что у вас депрессия. Если депрессия является диагностированным заболеванием, то есть, если вы обратились к врачу-психиатру и он постановил, что у вас депрессия, то вам также, соответственно, должно быть назначено лечение. Лечение этой депрессии, которая впоследствии с купе, значит, с психотерапией, поможет вам от нее выйти и, возможно, обрести для себя новый смысл. Средств и возможностей для выхода из депрессии в вашем случае очень много, начиная отличная психотерапия и проработка всех, неудовлетворенность всех, как-то отбить всех, всего негатива и доканчивая групповой терапией, группа открытого общения и так далее. То есть, всем этим нужно заниматься, чтобы понять, в чем у вас именно есть проблема. Как я видел, вы пишете грамотно, вы хорошо умеете строить предложения, хорошо выражаете мысли, но некоторые умники, говоря, завидели ребенка и обретели смысл. Вот это вот наши некоторые умники звучит довольно негативно. И я бы на самом деле спросил вас, а почему вы так презрительно относитесь к этим людям? Ну, говорят они, что завиди ребенка и обретешь смысл. Ну и тут говорят, это их право. Для кого-то это действительно и есть смысл жизни. За примером не нужно далеко ходить. Мне кажется, у любого человека есть знакомые, которые чисто истинно по-детски радуются, когда появляется ребенок. То есть, для каждого человека смысл жизни свой. А вы здесь пытаетесь как-то судить о том, что не только для вас справедливый, но и для других людей. По крайней мере, так мне показалось из вашего сообщения. Вы пишите, что завидите ребенка и обретение смысл, на котором сильно это обычно надеть на себя кандалы и носите их до конца жизни. Для вас это так. Для вас это справедливо, потому что вы не готовы к тому, чтобы стать матерью. И самое главное, что вы не можете дать всего того, что ребенку нужно. Потому что для начала, человеку, чтобы стать родителем, ему для начала нужно сделать главное. Ему нужно пожить для себя и ему нужно обогатиться духовно настолько, чтобы иметь возможность, реальную возможность, дать что-то ребенку. И это момент для вас. То, что вы все равно пишите, что ждете, когда наконец это все прекратится. Я рекомендовал бы вам посмотреть в сторону духовного обогащения. Ослоевать культурные ценности. Ни с кем, чтобы найти свой смысл жизни, нет. Я вам рекомендовал бы ослоевать культурные ценности именно для того, чтобы проводить время, чтобы не скучать. Чтобы не зависеть от мнения, отхода, от всего такого. Чтобы не думать о том, для чего люди проживают жизнь. А чтобы обогащаться духовно. И, возможно, вы в процессе этого обогащения откроете для себя что-то новое. А может быть и нет. Но тем не менее, для вас сейчас это, как бы в дополнение ко всему тому, что я уже сказал, это идеальный вариант. Вот, в принципе, и все. У вас есть явно негативный настрой. Из этого тоже напрашиваются несколько вопросов. Как вы относитесь к людям? Как вы их воспринимаете? Были ли у вас успешные отношения с мужчинами? Были ли у вас успешные дружеские отношения? Смогли ли вы реализоваться как профессиональный субъект деятельности? Какие у вас отношения с родителями? Как вы с ними общаетесь? Какие у вас с ними связи и так далее? Понимаете? Эти моменты должны нужно разбираться. Потому что пока вы говорите очень много о себе, и вы думаете только о себе. И я вас понимаю, вам кажется, что жизнь бессмысленна, но вы можете обратить свое внимание на других людей. Подумать, например, о своих близких, о своих родных. Если у вас с ними плохие отношения, то, возможно, именно в этом и кроется причина того, что вы сейчас говорите и думаете. Потому что именно родители, как правило, внушают своим детям, что они сильные, прекрасные и достойные любви, безусловно. Они также внушают своим детям соответствующие идеалы жизненные. И ребенок либо принимает эти идеалы, либо реакционным поведением образует свои и к чему-то стремится. Но у вас, походу, не произошло ни того, ни другого. И на это есть причина. Я думаю, что вам неплохо бы подумать и в сторону того, что бы вы могли оставить после себя. То есть, вот, вы думаете о том, что умрете, а что бы вы могли оставить после себя. То есть, как бы вот, как люди подумают о вас, когда вас не станет, что они подумают о вас. Если вам все равно на это, то тогда возникает вопрос, а почему вам все равно? Либо вам просто не нужен никто, и тогда можно говорить о вашей самодостаточности. Либо мы говорим о каком-то страхе, который вы маскируете под безразличие. То есть, безразличие в данном случае это защитная реакция. И все, что вы вот это вот все написали, все, что вы написали, это все защитная реакция, под которой скрываются ваши неудовлетворенные жесткие желания, потребности. И сейчас вам именно страх боясь ошибиться, обжечься, мешает их реализовывать. И для вас смерть – это, по сути, избавление от всех проблем. В таком случае нужно прорабатывать именно те неудовлетворенные желания, убирать вашу защитную реакцию, на которую очень похож ваш текст сообщения. И тогда можно вам помочь. Еще вот повторю, что ваш вопрос, значит, для чего проживают люди, для чего это все, он является достаточно волосовским, дискуссионным и спортом. Мы здесь с вами, я надеюсь, не для того, чтобы спорить, мы здесь с вами, я надеюсь, для того, чтобы помочь вам, и выйдет для того, чтобы помочь себе, а помощь исключая спор. То есть эти вопросы, ответы на эти вопросы вы найдете сами. Хотя бы, например, потому, что далеко не все люди живут только для того, чтобы делать то, о чем вы говорите. И все великие люди, творческие люди, ученые и так далее, все они жили для более высших целей. И им совершенно не были важны условия комфортные и безопасные. Например, у Зигмунда Фрейда был рак лица, который давал ему постоянную боль. Он говорит, что боль помогает ему думать. Так что ваша теория, ваша мысль о том, для чего живут люди, является ошибочной. Но вот для чего они действительно живут, ответ на этот вопрос нужно найти вам самому. Для того, чтобы можно было найти ответ вам самой, нужно избавить вас от всего вот этого вот негативного налета, который у вас есть. И в этом можно вам помочь. Пожалуй, на этом мне, наверное, стоит закончить. В принципе, все, что можно было сказать именно по тексту вашего сообщения, я сказал, хотя он изомбилует негативными моментами. Признаюсь честно, хочется сказать вам, хочется просто читать о смысле жизни, хочется высказать какие-то моменты, но не вижу смысла, вы все равно, скорее всего, с этим не согласитесь. Поэтому я лишь привел вам факты, исторические факты, которые опровергают ваши позиции. И если вы примете этот факт, то вам волей-неволей придется выстраивать другую позицию. Ну а поскольку это факт, и этот факт неоспорим, то пройти мимо него вы вряд ли сможете. И для вас это будет начало, мне хочется верить, начало познавательной деятельности, начало сомнения в том, а правильно ли вы видите мир, а не видите ли вы его только через призму своих личных ощущений, своих личных переживаний, не видите ли вы его как отражение ваших чувств и неудовлетворенных силами. Если к этому вы придете, то можно сказать, что вы готовы к тому, чтобы начать себя менять и начать над собой работать. Я искренне надеюсь, что так все и будет. Ну а если нет, то тогда просто посмотрите на ответы, которые дадут вам эксперты. И, ну не знаю, если хотите, можете поспорить с теми, кто согласится это делать. Но я бы вам не рекомендовал. Это пустая трата времени. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи!